так стоп стоп машина идет по прибору товарищи опять же превратим свой аппарат в кирпич погнали обновление хаминберт все еще пишет и идет всем привет товарищи рыбаки это видео будет для пользователей халотов хаминберт я покажу вам как обновить прошивку вашего гаджета показывать буду на примере своей модели халота helix 7 chirp си второй генерации то есть g2 в принципе этот способ подходит всем халотам хаминберт последовательность действия одна и та же просто будут различия в интерфейсе у каждой модели чуть по-разному ну и соответственно разные прошивки мою модель уже не выпускают но все равно прошивки для моего товарища постоянно обновляются что дают новые прошивки они исправляют старые ошибки ну и конечно же никто не застрахован от новых багов также они добавляют новые функции что происходит гораздо реже в принципе если вас все устраивает то можно и вообще не обновлять прошивку лично я раз в год обычно зимой произвожу апгрейд погнали открываем официальный сайт эхолотов хаминберт ссылку на всякий случай оставлю под видео на сайте находим поддержку у меня страницу браузер сразу переводит на русский язык на английском это будет саппорт если сейчас я включу английский вот видите это саппорт получается саппорт как правильно но так как я видео делаю для русскоязычных рыбаков то все же продолжу на русском далее открываем программное обновление далее выбираем свою модель эхолота вот мой helix 7 серии выбираю свою модель helix 7 chirp c gps g2 вы соответственно выбираете свою далее вопрос какую прошивку вы используете в данный момент отвлечемся от компьютера и перейдем к эхолоту включаем его и и сразу видно что текущая версия вашего программного обеспечения 2110 если мы это не успели сделать то входим в меню в тренажер ищем окно состояние системы перещелкивая вот она вот состояние системы окно и здесь вот прекрасно видно версии программного обеспечения 2110 если у вас это окно не найдено то в моем случае нажимаю два раза на меню открываются окно с настройками здесь много вкладок находим вкладку виды и здесь находим сейчас прочитаю как она называется это называется самотестирование вот он у меня видимый надо сделать видимым он может быть скрытый надо сделать вот так видимый и все и теперь мы его можем перелистывая найти и вот она эта вкладка состояние системы далее выбираем вкладку что моя версия обновления соответственно ниже версии 2.180 здесь выбираем продолжить обновление далее советую все прочитать это полезно соглашаетесь далее идет описание новых возможностей и исправление ошибок для прошивки понадобится карта памяти sd или микро sd у кого какая стоит в гаджете карту памяти берем отдельную а не ту которую вы используете в холоде я буду юзать вот такую микро sd на 16 гигабайт нажимаем скачать обновление прошивки и кто не боится запутаться в файлах сразу может скачать обновление базовых карт вот это ниже которая на но понадобится чуть позже далее находим скачанный файл у меня это в папке downloads кидаем его на подготовленную отформатированную карту sd далее выхолоте восстанавливаем все настройки по умолчанию сейчас покажу как сбросить настройки у меня у вас это может выглядеть по-другому нажимаем кнопку меню два раза входим опять в настройки со разные вкладки тут тут находим вкладку настройка листаем вниз находим восстановить исходные значения восстановить исходные значения до подтверждаем все восстановилось цвета пропали у меня другие чуть были далее рекомендуется отключить от устройства все дополнительные аксессуары возможные там компасы барометры и тому подобное кроме минкота айпилот линк или хаминберт 360 имейджинг оба эти элемента необходимо подключить к устройству чтобы обновить их программное обеспечение если они у вас конечно есть у меня их нет у меня сейчас вообще ничего не подключено голове прибора далее выключаем прибор и вынимаем из него свою родную микро sd карту но у меня микро у кого-то просто sd ее достаем и забываем далее берем подготовленную карту флешку с прошивкой включаем прибор дожидаемся полной его загрузки ничего не трогаем пускай он сам загрузится во что хочет там не знаю по моему он также в демо режим такого в тренажер загружается до пишет что карта удалена в качестве место сохранения сейчас установлены внутренние все понятно берем свою готовую флешку с прошивкой вставляем выскакивает окно с подтверждением прошивки замена программного обеспечения на обеспечении на этом устройстве приведет к восстановлению заводских настроек по умолчанию соглашаемся нажимаем на правое да соглашаемся второе подтверждение как бы защита от дурака что прервать обновление по его до версии 2 30 20 мы нажимаем нет нам не нужно прерывать нам нужно продолжить прежде чем я начну прошивку я буду ее как бы в онлайн режиме сейчас то есть я вам снимаю сразу буду прошивать заранее позаботьтесь о том чтобы батарея была заряжена исключите возможные форс-мажоры видеть детей домашних животных которые могут просто отключить питание вашего рыбоискателей и соответственно превратить его в кирпич который придется отправлять потом в сервис и все пошло обновление перезагрузки какие-то ну сам все нельзя его трогать займет это время и не знаю сколько по моему это быстро все делается как прошлый раз как я помню нажмите меню для опции запуска все обновился включаем тренажер язык русский типа депрессная но это основная информация так ну все остальные настройки это все потом будет настраиваться у каждого индивидуально сейчас продолжим прошивкой заниматься отключаем эхолот вынимаем карту так стоп стоп машина удаляем прошивку с нее снова идем на офсайт скачиваем обновление для базовых карт открывается следующая страничка здесь тоже все читаем также здесь говорят что скорость загрузки будет зависеть от скорости вашего интернета вот этот непосредственно файл качаем его он занимает 14 гигабайта находим этот файл также у меня находится в загрузках этот файл он запакованный поэтому его надо распаковать распакуем его в эту же папку куда он скачался так распаковать окей это займется какое-то время подождем так вот получилось два файла md5 тип и ким расширение качаем их на флешку копируем вот эти два файла вот эти два файла скопировались на карту памяти вынимаем ее идем на прибор идет по прибору товарищи снова включаем прибор ничего не трогаем сам пускай не загружается до конца то бишь он пишет там нажмите меню для опти запуска я ничего не нажимаю вот сам он пошел в режим тренажер сам автоматом включился вставляем флешку не флешку микро sd подготовленную уже с двумя файлами которые и все он пишет sd карта успешно зашифрована почему-то отключение электропитания во время этого процесса может привести к повреждению устройства в этом случае устройство должно быть отправлено в отдел обслуживания что не покрывается гарантией заменить версию хаминберт базы map 000 на хаминберт базы map версию 2010 карты мм соответственно нажимаем да прервается обновление нет еще раз проверяем все провода батарейку насколько у вас ее хватит а то возможно опять же превратим свой аппарат в кирпич погнали обновление хаминберт базы map до версии 2010 не прерывайте эту операцию 0 процентов выполнено пишет базы map это я так понимаю базовые карты которые идут вместе с хаминбердом обновление хаминберт все еще пишет и идет это обновление будет идти дольше потому что она занимает больше 1.4 гига по моему занимает вот это базовые карты вот эти поэтому неизвестно сколько будет может быть 10 может быть 15 минут а уже сто процентов ну собственно как бы на этом и все вот так вот обновлять эхолот и хаминберт ничего сложного нету зато теперь у меня душа радуется что у меня новая прошивка новая новые базы ой новые новые карты новые базы карт новая рыба поплыла и все сейчас займусь настройками себе там как каждому как нравится ничего сложного там принципе нет снимать не буду все всем пока спасибо за просмотр всем здоровых рыбьев в таких барханах и в таких кустах всем пока спасибо за просмотр до следующего видоса и